Достал. А потому и захотелось разбавить серые белорусские будни ярким украинским предвыборным драйвом с реальной ожесточенной борьбой за первую в стране должность. Говорят, тут все продается и покупается. Возможно. Однако точно не президентская булава. Комментарии экспертов, заявления кандидатов и все самое интересное, что сейчас творится в соседней стране. Ну и новости в Украине. Специальный выпуск смотрите прямо сейчас. Я иду в резинт. Не принял решение. Мне кажется, пора. Вряд ли кто-то тогда, в июне 15-го, мог воспринять эти слова всерьез. Герой популярного шоумена, основателя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского забирался в президенты. Но если тогда лишь в вымышленной вселенной нового сериала, то уже сегодня, спустя 4 года, вполне по-настоящему. Я иду в президенты Украины. Кто-то называет его катастрофой для 40-миллионной страны и марионеткой местного олигарха Игоря Коломойского. Кто-то котом в мешке, неприкрытым популистом и лжецом. Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. А более 70% опрошенных украинцев видят в нем будущего президента своей страны. Давайте сделаем это раз. Основным преимуществом фаворита президентской гонки они называют то, что Зеленский новое лицо, которое до этого никогда не было замешано в политических интригах. Я не скрываю за Зеленского. Почему? Потому что молодой. Он мне нравится. Во-первых, не всяких партий. Наша краина потребует новых обойч в политике. Не голосовал и не буду, потому что считаю, что достойных кандидатов быть президентом Украины нет. Их всех сажать надо. И все. И выбирать действительно непросто. По мере приближения выборов, градус истерики и накала страстей в информационном пространстве медленно, но верно подобрался к точке кипения. Думай. Дэ. Количество фейков, спекуляций, вбросов и грязи заметно выросло по обе стороны баррикад. Аджет 20% Или же тезис «Або Порошенко, або Путин». Недвусмысленная команда Петра Порошенко призывает людей задуматься. «Я, конечно, дико извиняюсь. Дико извиняюсь. Но шо тут думать, я не понимаю. Шо тут думать то, а?» А потому некоторые и пророчат ему конец. «Прощавай». В свою очередь, Зеленский пытается завоевать сердца молодежи с помощью соцсетей и современных технологий, охлесткими лозунгами и посылами притягивая к себе еще и часть протестного электората. «Ну, мне не нравится Порошенко. Намного лучше было раньше в стране, чем сейчас. Отдам свой голос за Зеленского только ради того, чтобы не прошел Порошенко». А вот неподготовленного общения с журналистами старается избегать. «Не уважайте, поговорите, пожалуйста. Я народ хочу поговорить с вами». «Вы народные депутаты». «Я вообще никогда не замечаю». «Почему? Вам что, Игорь Валерьевич не разрешает идти на встречу с людьми?» У Зеленского было бы мало шансов, если бы он не мобилизовал молодежь. Он бы к ней достучался, не используя телевизор, не используя традиционное средство коммуникации. Почему? Потому что молодые люди телевизор не смотрят. Зеленский нашел выходы через Инстаграм, через социальные сети, через личное общение. И таким образом он создал сетевую структуру. Почему? Он показал, что он умеет делегировать полномочия, делегировать право выступать от его имени и на региональном уровне, и на национальном другим людям. И это понравилось его целевой аудитории. Это, кстати, больше всего раздражает его оппонентов. По принципу, а где же Зеленский? Который привыкли, что говорит, самое главное, говорит папа. А у Зеленского нет. У Зеленского просто, как бы вам сказать, команда – это амеба. Есть очень много таких вот, либо же гидр, есть очень много говорящих голов, которые равны между собой. Вот, и это то, что подкупает. Выборы – лучшее время для черного пиара и нечестной игры. Но из-за интенсивности негативной информации определить ее источник и цели практически невозможно. Многие сторонники действующего президента называют Зеленского наркоманом. Сам хозяин булавы пока что лишь только подозревает. Поклонники шоумена, в свою очередь, обвиняют Порошенко в безудержном алкоголизме. В ответ на слухи кандидатам даже пришлось сдавать анализы. Но и тут не обошлось без скандала. Посыпались взаимные упреки насчет независимости лабораторий. На этом шоу не закончилось. Кульминацией споров должны стать большие дебаты на Олимпийском стадионе в Киеве. Стадион так стадион. Я чекаю на вас, Владимира Александровича. И хоть Петр Порошенко призвал своего оппонента прийти на стадион не 19-го, как настаивал Зеленский, а 14-го апреля... Майте терпец, послухайте. А зараз закинчив я 19-го числа на НСК Олимпийский, крапка. Вас? Крапка та крапка. Стадион так стадион, крапка та крапка. В итоге дебатировать ему пришлось самим собой. Если говорить о Петре Порошенко, то с одной стороны, да, у него есть успехи на внешнеполитическом поле, у него есть успехи на политических комбинациях, но если посмотреть, что он сделал, то есть основа его команды, это бывшая команда Ющенко. Ющенко. Порошенко де-факто выполнил обещание Ющенко. Это независимость церкви, это путь в ЕС и НАТО, это договор об ассоциации. Из программы 2014 года, а именно перезагрузка судей, перезагрузка власти, новая система взаимодействия с бизнесом, с обществом не была сделана по большому счету ничего. Существенно подкосила рейтинг действующего президента и публикация расследования о хищениях в оборонной сфере. Журналисты выяснили, что даже в условиях войны государственные заводы, предположительно обманным путем, с наценкой в 300%, закупали детали для военной техники из России. Свежо в памяти у людей еще и предвыборное обещание президента о продаже своих бизнес-активов. Ведь по итогу доходы Порошенко за 2018 год увеличились почти в 100 раз. О благосостоянии украинцев же такого, увы, не скажешь. К сожалению, бизнесмен победил в Петре Порошенко государственного деятеля. К огромному сожалению для Украины, для него самого, наверное, он уходит и он уходит безславно. Так, я не идеальный. Але я впевнений, что мы не маем права перекреслити все досягнене и відмовитися від европейского майбутнього. Хватает компромата и на Зеленского. В первую очередь, это частые перелеты в Женеву, предположительно к беглому олигарху Игорю Коломойскому, незадекларированная вилла в Италии по соседству с российскими олигархами, возможный кинобизнес в России и игнорирование повесток от военкомата в условиях войны. К слову, 95-й квартал Зеленского тему вооруженного конфликта обойти стороной не смог. Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам. Правда, позже в зоне АТО шоумен все же побывал, но только в роли информационного воина. И, по всей видимости, для страны был куда полезнее именно в таком амплуа. Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. А вообще, предвыборные программы Порошенко и Зеленского во многом похожи. Подальше от Кремля, поближе к ЕС и НАТО, мощная армия и прекращение войны, борьба с коррупцией и повышение благосостояния граждан, хоть последний вопрос напрямую в обязанности главы государства не входит. Принципиальное различие между кандидатами, пожалуй, лишь в том, что Зеленский пока только говорит, а Порошенко уже имел возможность это реализовать на практике. И отчасти успешно, невзирая на хронический политический бардак, продолжающуюся войну и оккупацию части территорий, в стране открылось более 200 новых заводов и фабрик. Рост ВВП превысил 3% в год, а размер минимальной заработной платы даже превзошел белорусский уровень. Украина свободная страна, и чем больше свободы и открытости миру, тем лучше для любой экономики и для любого общества. То есть нужно давать как можно больше свободы бизнесу, нужно интегрироваться с Европой, перенимать ее стандарты, нужно ездить к своим соседям, учить иностранные языки, выходить на новые рынки. Сам Петр Порошенко главными достижениями своей власти считает создание боеспособной армии, безвизовый режим с ЕС, автокефалию украинской церкви и децентрализацию системы управления. Голосуючи за Порошенко, мы голосуемо за Украину та її розвиток. Мы голосуемо за украинців. Тем не менее, большинство людей, как показывают многочисленные рейтинги и опросы, ощутимых изменений на себе я не почувствовала. Если бы у нас деньги шли в госбюджет, а не в коррупционных схемах, на которых живет эта система, которая еще зародилась, не знаю, при независимости, при куче, вот появилась система, все обещают, обещают бюджет развития экономики, но в итоге лица меняются, система остается и все как относилось в определенные кабинеты и раздавалось по карманам, так оно сейчас и дальше происходит. Поможник депутата Кременчугского городского совета Полтавской области Владислав Лец говорит, что из-за его не совсем правильного с точки зрения государства мнения пришлось столкнуться с проблемами в университете. Однако упрекнуть власти Украины в притеснении каких-либо свобод можно разве что заблокированным российским ВКонтакте. Просто сравните, как наблюдает за президентскими выборами в Беларуси, а как в Украине, где оппозицию без проблем допускают в избирательной комиссии, нет принуждений и досрочного голосования для фальсификации. Наблюдателям можно следить за подсчетом голосов, снимать его на фото или видео, перепроверять бюллетени. Тут же разрешены и экзит-полы, которые в Беларуси за последние годы просто разгромили. Тем не менее, в Украине все еще остаются проблемы, которые мешают ей развиваться. Нет стабильных законов и правил игры. То есть, законы есть, но они не исполняются. Как мы знаем, очень большая коррупция, очень сильные неформальные связи. Вот этого нужно всяческим способом избегать. А вот цены в магазинах. Самый понятный пример. Примерно на уровне белорусских что-то дешевле. За килограмм свинины, к примеру, заплатим в среднем 4 доллара, курицы 3, десяток яиц 1 доллар, столько же стоит килограмм риса. Буханка хлеба столько же, сколько и килограмм картошки. 35-40 центов. Русские, русские, смотри, ты русофобия какая-то. И хоть официально уровень бедности в стране с каждым годом лишь снижается, многие украинцы в поисках лучшей жизни решают отправиться за рубеж. Только по официальным данным на временные заработки выехали от 7 до 9 миллионов человек. Однако много кто остается, пытаясь сделать свою страну лучше. А вы хотите уехать? Нет. Я же патриот своей страны, и я верю, что вот у нее прям все будет хорошо. Но опять же, нельзя путать патриотизм страны. То есть я очень люблю Украину, но я очень не люблю правительство, которое сейчас у власти. Ну, наверное, не любовь к правительству, это крови в Украине, нет? Нет, некоторые поддерживают Порошенко, и это их выбор. У меня немножко другой. А некоторые остаются вынуждены, просто потому что бежать некуда. Или поздно. Вот уже пятый год на юго-востоке страны продолжается вооруженный конфликт. И люди, как говорят местные, уже привыкли. Нормально. Утром приходишь на работу, идешь утром на работу, слышишь бах-бах. Всем гуляют, с колясками гуляют по городу, слышат какие-то там бахи, шумы, нормально, спокойно реагируют. Немножечко не так, как раньше. То есть раньше от свиста сразу приседали. Сможет ли Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах отбросить шутки в сторону и построить по-настоящему народное государство мечты? Без войны, зато с камерами в кабинете президента и зарплатой учителя космических размеров. С 2024 года зарплата учителя будет 4 тысячи долларов. Правда, чтобы не пришлось, как в сериале, расстреливать Верховную Раду, для начала нужно победить со своей партией на ближайших парламентских выборах. И тут тоже решать людям. Ведь у украинцев есть выбор и свобода. В отличие, к примеру, от Белоруссии, где тоже есть клоун, но единственный выбор – это возможность уехать. Забавный момент, если раньше белорусский шоумен был четко уверен в победе Порошенко. Нельзя рисковать. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен? Ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись вот этих вот обещаний непонятных. То в последние дни, как тот уж на сковородке, вынужден был экстренно поменять риторику. Актер, актер. А что, актер не может быть президентом? Ну, вон, Рейган был президентом. Что ж ты, фраер, сдал назад? Никто не спорит, в Украине все еще остается множество проблем. Но здесь уже нет того тотального страха, из-за которого бы эти проблемы не могли решиться. Исторический выбор украинцев серьезно затронет весь регион, в том числе, безусловно, повлияет и на Беларусь. Именно поэтому мы так пристально следим за тем, что происходит в соседней стране. Какое это счастье! Перед тобой стоит живой президент! Ну, это ненадолго. И, конечно, желаем всем украинцам мира, добра, спокойствия и достойного европейского будущего. Субтитры создавал DimaTorzok